Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Алена Савкина пытается вернуть Романа Макеева. Поклонники, в основном поклонницы бывшего участника Ромы Макеева, перепуганы и боятся, что их кумира вскоре потянет на телестройку целовать звезду, потому что младшая Рапунцель свободна и изнемогает от недостатка любви. Подписчики Макеева считают, что Савкина пытается вернуть Романа. Она лайкает его фотографии в социальных сетях, по слухам уже ищет повод увидеться. Несмотря на то, что во время последней встречи на шоу, Алена оскорбляла, унижала и пыталась надавать Роману о плюх. Макеев весьма сдержанно и с юмором отвечает всем подписчицам, которые за него переживают. Он призывает женщин не оскорблять Савкину на его странице. Неизвестно, как бы вы себя вели в тех условиях. Оправдывает Алена Макеев и просит всех беспокоящихся о его личной жизни угомониться. Возвращаться он не собирается и давно перешагнул этот этап. Сейчас Макеев работает с Валерием Комиссаровым над новым проектом «Битва престолов». На новом реалити полно симпатичных, раскрепощенных участниц, которых Роман изредка показывает своих сториз. Нехваткой женского внимания он не страдает и уж тем более не собирается совать голову в петлю, возвращаясь на Дом 2. И все же некоторые зрители пишут, что Рома должен вернуться и реабилитировать Савкину, ведь чувства у Макеева еще остались, или хотя бы избавить Рапунцель-младшую от властной матери. Как считаете, такой исход событий возможен? Пишите свое мнение в комментариях. Роман Капаклы сделал сенсационное заявление. Парень признался, что пришел на проект девственникам. Капаклы неожиданно шокировал поклонников Дома 2. На семейном совете Рома заявил, что Марина Африкантова стала его первой женщиной. Рома предположил, что у Никиты Барышева не складываются отношения на Доме 2 из-за отсутствия опыта общения с женщинами. И хотя он утверждает, якобы у него были отношения за периметром, участник шоу «Спаси свою любовь» в это верит с трудом. Рома поделился мнением, что Никита девственник. Однако Капаклы поспешил успокоить Барышева. Он отметил, что это абсолютно нормально в его возрасте, а также сам сделал шокирующее признание. «Абсолютно нормально в 20 лет. У меня Марина тоже первая была. Я пришел на проект в 19, поэтому ничего страшного в этом нет», – поделился Капаклы. Леша Купин поддержал коллегу по проекту. Он также заявил, что Майя Донцова была его первой женщиной, хотя он стал героем Дома 2 в 22 года. Тогда парень пришел на лобное с четким заявлением, что эта женщина станет его законной супругой и добился своей цели. Ирина Пингвинова намекнула на то, что Дима Чайков пьет ее ногами. Участница стала все чаще сталкиваться с Димой не словесно, а на кулаках. Ира Пингвинова смело бросается на парня в драку, пытается его изувечить, а когда он отбивается, предстает настоящим монстром, способным поднять руку на девушку. Брюнетка пожаловалась фолловерам, что после потасовок с Димой у нее все ноги покрыты гематомами. Недавно молодые люди разругались и даже какое-то время жили на разных площадках. Но потом Ира приехала на Сейшелы. Молодые люди быстро поняли, что все еще не распрощались с чувствами друг к другу, постепенно сошлись и предались с романтическим порывом. Но идея закончилась в короткие сроки, так как встал вопрос о женитьбе. В последнее время у Иры появилась Блаш выйти замуж за Диму Чайкова, ну или хотя бы получить от него предложение, чтобы не отставать от коллег по шоу. Но Дима почему-то заупрямился и не желает идти на встречу с желанием Иры. Из-за этого и случаются потасовки, которые заканчиваются очередным разрывом. Потом Ира одумывается и снова старается помириться. Стоит отметить, что Чайков всегда идет на встречу своей избалмошной подруги и мирится с ней. В этот раз примирение состоялось даже с подарками. То ли Дима счел себя виновным в гематомах, то ли просто захотел сделать приятное. Сейчас в паре очередное примирение и идиллия. Но можно не сомневаться, что в скором времени ссора повторится и будет еще хуже. Евгений Армашов плюнул в Юлию Белую из ревности. Только недавно участники проекта окончательно решили расстаться. Однако молодой человек продолжает ревновать экс-избранницу к другим мужчинам. Во время вечеринки в честь дня рождения Алии он плюнул в бывшую возлюбленную. После расставания с Ромашовым Юля Белая начала общаться с Виктором Изотовым. Пока молодые люди проводят вместе время только за общением в онлайн-режиме, так как мужчина находится в Москве. В то же время на Сейшелах продолжаются ссоры между Белой и ее бывшим парнем. Проектант ворвался в комнату, когда девушка по телефону разговаривала с новым поклонником в видеочате и начал жаловаться на ее поведение. По словам Ромашова, его экс-избранница постоянно цепляет мужчину, старается задеть его или обидеть. Пока она не перестанет этого делать, добавил участник проекта, он продолжит с ней ругаться. Конфликт получил развитие и на вечеринке в честь дня рождения участницы проекта Алии Адхам после распития спиртных напитков Евгений Ромашов стал приставать в танцы к Юле Белой, затем облил ее из стакана и плюнул в девушку. Он еще не смог отпустить прошлые отношения и ревнует брюнетку к другим мужчинам. Покинувшая проект Милена Безбородова рассказала о жизни за периметром. Милена рассталась с Алексеем Безусом, она рассказала о своем уходе вчера вечером, а сегодня поделилась с поклонниками подробностями того, как ей тяжело, ведь раньше она никогда не жила одна. Сразу после того, как она покинула детский дом, Милена попала на проект и провела там почти два года. Сейчас она осталась без Леши Безуса, который не пожелал уходить за ней. Бывшая участница рассталась с Безусом. Милена вчера вечером рассказала, что ее выставили за ворота. Девушка пожаловалась, что ее намеренно нервировали и доводили до истерик. В конце концов, она сорвалась и устроила скандал. Подробности произошедшего можно увидеть на следующей неделе. Милена написала грустный пост о том, что она не ожидала, что Леша не уйдет за ней. Девушка призналась, что любила очень сильно, была готова на все, полностью вкладывалась в эти отношения и ей хотелось всегда мотивировать его на самое лучшее. Но всего этого явно было недостаточно, раз Леша не захотела уйти за ней в пустоту. Сегодня утром девушка снова вышла на связь с фолловерами и поведала, как тяжело она переживает предательство со стороны Безуса. Она полностью разбита и совершенно не понимает, что же ей делать дальше. Она не жила еще одна и от этого ей вдвойне тяжелее. К тому же поступок Безуса трудно объяснить, ведь они встречались полтора года. Поклонники всячески успокаивают девушку, по их мнению наоборот, просто великолепно то, что Леша оставила ее в покое. Сейчас у нее сложный период, но его нужно пережить, а потом все стабилизируется. Кстати, сам Безус недавно показывал квартиру, в которой планировал жить с Миленой после ухода с проекта, но почему-то отказался от своих планов. Стало известно о крупном провале бизнеса Ольги Бузовой. Ни для кого не секрет, Бузова успевает не только петь и помогать подопечным в рамках Дома-2. Несколько лет назад девушка открыла ресторан быстрого питания «Бузфуд» в самом центре столицы. Однако, как стало известно, совсем недавно прогорела. Еще в октябре прошлого года московский ресторан Оли был закрыт. Тогда все объяснили техническими неполадками. И лишь накануне стала известна правда. Оли пришлось свернуть бизнес из-за неуплаты налогов. Впрочем, провал звезды обещали с самого начала. Так, крупный ресторатор Аркадий Новиков убежден, Бузова просчиталась, доверив управление ресторана другим, посторонним людям. Именно они и допустили фатальную ошибку, которая привела к краху некогда успешного проекта. Ольга Рапунцель решила привлечь внимание к своей семье и все-таки объявить пол будущего ребенка. 1 апреля первая дочка Дмитрия и Ольги отметят свои два годика. Василиса сейчас впервые находится у берегов океана. Девочка, ее беременная мама и папа живут отдельно от участников шоу «Спаси свою любовь», но каждый день ездят на яхту для съемочного процесса. А уже 4 апреля сама Оля будет праздновать свой день рождения. Ей исполнится 33, хотя мало кто в это верит. Видимо, мировая ситуация натолкнула Ольгу на интересные мысли. Она решила привлечь к своей семье повышенное внимание. До этого момента Ольга не хотела знать пол будущего ребенка или же тщательно это скрывала. Но на острове любви Рапунцель придумала, ей захотелось внимания, которое совсем недавно было приковано к Андрею и Кристине Черкасовым. Жена ведущего именно на Сейшелах объявила, что ждет сына. Теперь и Оля с Димой думают, как устроить трогательный праздник. Беременная девушка хочет лопнуть большой шар с серпантином. Таким образом, сюрприз будет сразу и для семьи Дмитренко, а также и для зрителей. Алексей Безус наконец-то высказался в соцсети по поводу ухода Милены Безбородовой. Леша объяснил подписчикам, почему не ушел с проекта вслед за Миленой. Участник Дома 2 поставил окончательную точку в этих отношениях. Парень поделился, отвечая на распространенный вопрос, почему не ушел, потому что еще три дня назад сказал, что не вижу с ней жизни, а уйти просто куда-либо бессмысленно. С ней уже жить не хотел. Ждать исправлений нет ни сил, ни желания. Пуст внутри. Я об этом говорил еще месяц назад, но она меня не услышала. Я сделал все, что мог. Пара распалась. Также стало известно о том, что Милена на время переехала жить к Анне Брянской. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!